Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие ребята! Приглашаю вас на урок русского языка и литературы. Приготовьте к нашему уроку учебник русский язык и литературы для 6 класса, авторов Горленко и Сузанская, а также ручку и тетрадь. Тема урока – разносклоняемые и несклоняемые имена существительные. В древнерусском языке имена существительные изменялись по 6 вариантам склонений. Со временем их количество сократилось до 3. Но остались 11 слов, которые не попали ни в одно из них. Эти существительные называются разносклоняемыми. К ним относятся 10 существительных среднего рода намя. Бремя, время, вымя, знамя, имя, пламя, племя, семя, стремя, темя. И существительное мужского рода – путь. Обратимся к толковому словарю, чтобы выяснить лексическое значение слов бремя, стремя, темя. Бремя – это устаревшее слово в значении ноша или груз и в переносном значении что-либо обременительное, тягостное. Стремя – сидельная принадлежность, помогающая всаднику сесть на хоня и сохранить равновесие во время верховой езды. И темя – это часть поверхности головы, лежащая между лобной и затылочной областями. Просклоняем имя существительное второго склонения – солнце, существительное третьего склонения – ночь, разосклоняемое существительное бремя и путь. Итак, солнце – родительный падеж, дать солнцу, творительный падеж – солнце, предложный – о солнце. Родительный падеж – ночи, дательный – ночи, творительный – ночью, предложный – о ночи. Разносклоняемые имена существительное бремя. А в творительном падеже имеют окончание, как у существительного второго склонения, ем. Именно поэтому эти слова и называются разносклоняемыми. У существительных намя при склонении основы выступают в двух вариантах. К основе именительного и винительного падежа единственного числа во всех других формах присоединяется морфологическое наращение, или же суффикс ем. Например, имени, именем, имена, именам, именами, именах. Слова семя и стремя в родительном падеже множественного числа имеют наращение ям. Например, семян, стремян. Существительные вымя, бремя, пламя, темя не имеют формы множественного числа. Ставим пропущенные буквы, потренируемся. Вы можете остановить слайд, чтобы выполнить данное упражнение. Итак, проверим, что у нас получилось. Говорить в будущем времени, шагать синим знаменем, уверенно держаться в стремени, жить по тяжким бременям, места первобытного племени, назвать редким именем у яркого пламени. Хорошо. Выполним упражнение номер 129 на странице 76. Употребите слова, приведенные в скобках, в нужной поддержанной форме. Вы можете остановить слайд, чтобы выполнить данное упражнение. Проверим, что у нас получилось. У меня нет времени, до поры до времени, время от времени, говорить от своего имени, с мировым именем, называть вещи своими именами, без роду и племени, под бременем лет, ярким пламенем, семена растений, большого пламени не задуешь, совет ко времени, заказать такси к назначенному времени. Интересно, а можно ли просклонять имя существительное такси? Нет, потому что это несклоняемое имя существительное. Среди имен существительных есть такие, которые не склоняются. Вкусное рагу, приготовить рагу, думать о рагу, строгое жюри, выполнить для жюри, говорить о жюри. Они называются несклоняемыми, не изменяются по падежам и числам. По происхождению несклоняемые имена существительные, большей частью заимствованные. К ним относятся как нарицательные, так и собственные существительные. Например, Депо, Кофе, Метро, Пальто, Радио, Жюри, Тбилиси, Токио, Геоте. К несклоняемым собственным именам принадлежат русские фамилии на Их, Их, Агу, Ово, Седых, Живаго, Дурного. Не изменяются по падежам украинские фамилии на Ко, Шевченко, Короленко, Костенко. Иноязычные имена собственные, которые оканчиваются на А, Е, И, О, У. Кинорежиссер Латяну, художник Мане, скрипач Паганини, писатель Дюма. А также сложно сокращенные слова, оканчивающиеся на гласный. МГУ, Московский государственный университет, ООО, Общество с ограниченной ответственностью, БТИ, Бюро технической инвентаризации. Не изменяются по падежам русские и иноязычные женские фамилии на согласный. Жук, Волк, Роман и Жорж Санд. Обратите внимание, что мужские фамилии на согласный склоняются. Произведения Роберта Шумана и Клары Шуман. Число и падеж несклоняемых существительных можно определить в словосочетаниях и предложениях. Проложены новые шоссе, именительный падеж. Машины мчались по широкому шоссе, дательный падеж. В первом предложении слово шоссе употреблено в значении множественного числа именительного падежа. На это указывают слова новые и проложены. Во втором предложении слово шоссе употреблено в значении единственного числа дательного падежа. На это указывает слово широкому и предлог по. На падеж таких существительных могут указывать предлоги. Он вышел на улицу без пальто. Родительный падеж. Без чего? Бабушка пришила пуговицу к моему пальто. Дательный падеж. Что ты скажешь о пальто, которое представлено на витрине? Предложный падеж. Потренируемся. Распределите слова на две группы. Склоняемые существительные и несклоняемые существительные. Вы можете остановить слайд, чтобы выполнить данное упражнение. Проверим. Должно было получиться так. Склоняемые существительные. Подлодка, море, концерт, правда, ресторан, улица, птица, пирог, трос, холм, кишинев, женщина. Несклоняемые существительные. Метро, манго, кино, авокадо, меню, авеню, жалюзи, пюре, шоу, какаду, трюмо, СМИ. Выполним упражнение номер 130 на странице 77. Спешите. Ставьте в предложение подходящие по смыслу несклоняемые имена существительные. Укажите поддержь и определите, каким членом предложения они являются. Для справок. Конферансье, бра, эскимо, кино, пикассо, кофе, метро, жюри. Вы можете остановить видеоурок и выполнить задание. Обратимся к толковому словарю. Конферансье – это эстрадная артист, объявляющая концертные номера и выступающих в промежутках между ними. Бра – это подсвечник или держатель для лампы, прикрепляемый к стене. Проверим, что у нас получилось. Над диваном сестры повесили бра. Винительный падеж в предложении является дополнением. Я люблю шоколадное что? Эскимо. Винительный падеж в предложении является дополнением. Первое и второе отделения концерта вели кто? Разные конферантии. Ивинительный падеж в предложении является подлежащим. Вечером мы были где? В чем? В кино. Предложный падеж в предложении является обстоятельством. Где смотрели фильм о ком? О художнике Пикассо. Предложный падеж в предложении является дополнением. К чему? К кофе – дательный падеж в предложении является дополнением. Подали свежие булочки. Москвичи активно пользуются чем? Метро. Творительный падеж в предложении является дополнением. Для кого, строгого жюри, родительный поддерж предложение является дополнением, были куплены красивые букеты. Правильно ли мы говорим, сколько времени и который час – это традиционные формы вопроса обращения о времени? Они являются совершенно равноправными в употреблении и нейтральными стилистически. Запомните, что в литературной речи недопустимы просторечные варианты вопроса – сколько время и сколько часов. Поиграем. Отметьте ряд слов, в котором все существительные разносклоняемые. Путь, темя, ружье. Племя, знамя, вымя. Время, бремя, гости. Правильный вариант, конечно же, второй. Племя, знамя, вымя. В каком ряду в словах пропущена одна и та же буква? На распутье, ногах, стремени, нет времени. Язык пламени, прикасаться к стремени, вождь племени. Правильный вариант, второй. В каком ряду в словах пропущена одна и та же буква? Первое. На распутье, нога в стремени, нет времени. Второе. Язык пламени прикасаться к стремени, вождь племени. Правильный вариант, конечно же, второй. Язык пламени прикасаться к стремени, вождь племени. Как верно произнести фразы? Исправьте ошибки. Время было в обрез. Правильный вариант, конечно же, времени было в обрез. Сколько время? Меняем на сколько времени. я перестал считаться со временами, я перестал считаться со временем, мы стояли под синим знаменем, мы стояли под синим знаменем. В каком из словосочетания употреблено несклоняемо-осуществительное в предложенном падеже? Говорить об искусстве, играть в домино, забыть о резюме, город Торонто. Правильный вариант, конечно же, третий – забыть о резюме. На уроке мы научились использовать в речи имена существительные, разносклоняемые и несклоняемые. Будьте грамотными, исправьте ошибку в употреблении несклоняемого имени существительного. Мы решили написать сочинение по книжке Виктора Гюго. Конечно же, верный вариант, мы решили написать сочинение по книжке Виктора Гюго. Сегодня вы поработали очень хорошо, вы большие молодцы. До свидания и до скорых встреч на уроках русского языка и литературы. Редактор субтитров А.Семкин